Газонная косилка В 2010-х годах XX века, Том Огли, запатентовал систему испарения топлива для автомобилей. Названную в его честь, Огли, карбюратор. Данная система якобы способна работать с более высоким КПД. 42 километра пробега за 1 литр бензина или 100 миль на галлон. Система использовала тепловых лапных газов, для подогрева и испарения топлива. Был проведен демонстрационный пробег автомобиля оборудованного системой Том Огли. По маршруту от Деминга до Эль, Пассо, штата Техас, всего на 7,5 литрах бензина или двух галлонах. По слухам, представители нефтяных компаний подошли к Огли, предложив ему огромную сумму, чтобы он не строил другую машину и не занимался этим в дальнейшем, но он отказался. Затем, в 1981 году, неизвестным, было совершено покушение на его жизнь. Все же, он умер в конце того же года, с подозрительным врачебным вердиктом о случайной передозировке. Что на самом деле случилось с Томом Огли? Была ли его передозировка самоубийством, был ли он отравлен? На этот вопрос, возможно, мы уже никогда не получим ответы. Был ли Том первым, кто сконструировал систему предварительного испарения топлива для автомобиля? Однозначно он не первый. В патенте самого Тома, перечислено больше десятка подобных патентов. Например, патент Гарри Нейлора, от 1977 года. Есть интересный патент Соединенных Штатов, 21 года прошлого века. Автор изобретения Дональд Ингус. Данный патент поражает своей продуманностью и лаконичностью. В системе есть реактор испарения, в который топливо поступает из поплавковой камеры, которая регулирует уровень испаряемого топлива в реакторе. Через реактор проходит канал выхлопных газов. Объем испаряемого бензина согласован с теплообменом для испарения. В карбюраторе предусмотрен клапан, перед дроссельной заслонкой, который открыт при рабочем моторе. И закрыт при его выключении. Volkswagen XL1 является на сегодня самым экономичным серийно выпускаемым автомобилем в мире. Работа исключительно на электротяге, имеет в среднем расход дизельного топлива на 100 км пути, 0,9 литра, что кажется действительно впечатляющим показателем. Добиться такого результата конструкторам помогли примененные в конструкции современные материалы вроде углеволокна, что позволило снизить общую массу автомобиля до 795 кг. В салоне предусмотрены места лишь для водителей и одного пассажира. Также отдельное внимание уделялось обтекаемости воздушным потокам. Коэффициент аэродинамического сопротивления новой гибридной модели от Volkswagen равняется 0,189. Теперь вспомним показатели системы Тома Огри, которую он установил на свой автомобиль Ford Galaxy 1970 года. Автомобиль имел вес 1688 кг, 3721 фунтов. 30 апреля 1977 года был совершен демонстрационный пробег из Эль-Пасо, штат Техос, в Деминго, Нью-Мексико, и обратно. Расход топлива на его автомобиле во время демонстрационного пробега составил 7,5 литров 2 галлона топлива, что составило 2,33 литра на 100 км пути. Если сравнить данные показатели, соотношение расхода топлива к весу транспортного средства как эффективности затрат на перемещение, то результат Тома Огри давно опередил свое время. Сегодня вопросом бортового, предварительного крикинга топлива на автомобилях занимаются только энтузиасты. Но даже их результаты всегда имеют хороший показатель. Остается только надеяться, что данные технологии получат развитие. Основным моментом теплового крикинга топлива является температура. Распыленное топливо нужно подвергнуть температурной обработке не меньше 300-400 градусов по Тельсию без доступа воздуха. Именно при этой температуре бензин распадается на газообразные углеводородные составляющие и водород. Полный крикинг углеводородов приводит к образованию газообразного водорода и углерода в виде сажи. Продолжение следует...